Котики вперёд! Смотри, Котя, фартуки! И поварские колпаки! Ставим пекарями! Да! Испечём принцессе Белочке именинный торт! Мяу-мяу, котики, вперёд! Котя и Катя отправились на королевскую кухню. Им захотелось испечь для принцессы Белочки такой именинный торт, какого она ещё не пробовала. Итак, начнём. А где королевская книга рецептов? Спасибо, утята! Идём, Катя, выберем самый-самый вкусный торт! Хм, банановый кораблик? Не-е-е, скучно! Верх тормашки из смородины? Не-е, кисло! А может, этот? Лимонная утка! Ой, простите! Нашёл! Чудесный торт с орехами! Принцессе понравится! А что нужно делать? В книге написано. Сначала нужно подготовить продукты. Это было просто! Приступим! Насыпьте в миску три чашки муки. Сейчас! Раз, два, три! Порядок! Дальше! Добавьте чашку молока. Ням-ням! Вкуснятина! Я тоже его люблю! А теперь две чашки сахара. И две ложечки соли. Так, две чашки соли. Нет! Я же сказал, две чайные ложки! Ты пересолила тесто! Ой! А давай добавим побольше сахара? Порядок! Дальше! Две чашки орехов. Орехов? Фу! Давай заменим рыбкой! Здорово! Так, утята! Выпекать десять минут! Котятам не терпелось побыстрее увидеть, что же у них получилось. Ура! Готово! Спорим, принцесса никогда не видела такого торта, как наш! Но торт вышел совсем не таким, как они ожидали. Это не торт! Это кирпич! Но, может, он вкусный? Фу! О, нет, мы испортили принцессе день рождения! И тут появился таинственный незнакомец. Что стряслось, котятки? Мы хотели приготовить торт для принцессы, а получилась кучка вонючка. Да, но я что-то не вижу в рецепте рыбы. А это наша идея! Ваша идея! Но вы же хотели испечь торт по рецепту. Разве там есть рыба? Нам было так весело делать все по-своему. По-своему? Ну и как получилось? Не получилось. Мы испортили торт. Заодно и праздник принцессе. Я понял, Катя! Делать торт по рецепту, конечно, не очень весело, но зато... Зато сколько радости потом, когда все получается, как на картинке. А вот это похоже на рецепт успеха. Спасибо, мама! Эй, как вы догадались? Давай, Катя, попробуем снова. Да, но на этот раз делаем все по рецепту. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились на королевскую кухню. Но в этот раз... Одна чашка молока и не больше. Котята все делали правильно. Две чайных ложки соли. А когда торт был готов... Вкуснотища! Теперь свечки. Одна, две, три, четыре! Ее высочество принцесса! Это мой торт? Он самый! Вам нравится ваше высочество? Нравится? Очень! Это самый лучший торт для моего праздника. Я приглашаю вас! Правда? Мы придем! Так, котята, подружились с принцессой Белочкой. Большой букет. Во что сегодня поиграем, Котя? Не знаю, заглянем в коробку. Котя и Катя выскочили из волшебной коробки и отправились навстречу приключениям в долину динозавров. Любуюсь великолепными цветами, они вдруг услышали чей-то плач. Эй, это же динозавра! Привет! Ты чего? Сегодня день матери, а я не приготовил маме никакого подарка. Скоро она придет сюда на наш пикник. Твоя мама любит цветы? Обожает. На этой лужайке ей так нравится. Ей кажется, что она здесь как в большом букете. Тогда почему бы не подарить ей букет цветов? Она будет рада. Отлично! Желтых цветов нарвем. Смотри, Катя, правда красиво? Да. Но что, если добавить еще цветов? Точно! Нарвем ком из синих. Твоей маме понравится. Ладно, нарвем. Класс! Но, по-моему, в этом букете не хватает красных цветов. Да! О, нет! Посмотрите на нашу лужайку! Что с ней стало? Моя мама ужасно расстроится. И про наш пикник важно забыть. Я знаю. Мы вернем цветы на место. Видишь? Все как было. О! О, нет! Это мама! Скорее бежим! Мимо шел таинственный незнакомец. Что это у нас динозаврик плачет? Сегодня день матери, а у него не было подарка. Мы решили собрать букет на цветочной лужайке. Вы хорошо придумали! Где у нас цветочная лужайка? Да вот же! Здесь? Но я не вижу ни одного цветка. А их нет. Мы все сорвали. Зачем вы это сделали? Ну, сперва букет был маленький. Но мы решили, что чем больше, тем лучше. Неужели? Вышло красиво, но лужайку опустело. Стойте! Я поняла! Может, большой пышный букет лучше маленького? Но вот только цветочная лужайка без цветов – это грустно. Да! Если взять больше, чем нужно, то потом нечем будет любоваться. Спасибо, пап! Эй! Как вы догадались! Начнем сначала, Катя. Но в этот раз не будем рвать лишних цветов. Тогда и лужайка не пострадает, и у динозаврика будет хороший подарок для мамы. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в долину динозавров. Но в этот раз, собирая букет, они сорвали столько цветов, сколько нужно. Один, два, три! Прекрасно! Это мама идет! С днем матери! О, спасибо! Мам! Мои новые друзья – Котя и Катя! Очень приятно! И нам! У нас есть подарок! Давай, Катя, вручай! Мы собрали цветы! Совсем немного! Какая прелесть! На лужайке оставалось еще много цветов. Котя, Катя и динозаврика, казалось, будто они находятся в большом красивом букете. Фу ты, ну ты, не будь занудой! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, Катя, колпаки! Мы пойдем в Веселяндию! И каждый день праздник! Будет здорово! Мяу-мяу, котики, вперед! Коте и Кате хотелось поскорей попасть в Веселяндию. Но когда они пришли, то увидели совсем невеселую картину. И это Веселяндию? Смотри! Ого! Приветик! Я Веселянски заводила джинн! Сейчас мы выберем виновника торжества! Ой, это же я! Ура! Супер-пупер! Этот день тебе мы посвятим! Начинаем веселиться! Ух ты, красотища! Это мне спасибо! Конечно! Ты сегодня принцесса! Эй, а как же я? Веселись на праздники твоей сестры! А? Давай, загадай желание и задуй свечи! И я торт хочу! Я загадаю машинки! Нечестно! Ты у меня на празднике! Не задуваются! Прости, но у тебя и не получится! Сегодня день принцессы Веселяндии! Смелее, Катя! Я! Я загадаю музыку! Ух ты! Смелее! Крути педали! Славный день, звонкий смех! Наша Катя лучше всех! Славный день, звонкий смех! Наша Катя лучше всех! Славный день, звонкий смех! Эй, Котя! Моя очередь! Хочу песню про меня! Чушь какая-то! Не ворчи, Котя! Вот это тебе точно понравится! Она прекрасна! Прикоснись к ней волшебным жазлом! Дотянешься, получишь замечательные призы! Вот еще! Этой, Котя! Только я смогу! Или никто! Ты испортил праздник, праздник! Прощайте! Ой, нет! И тут появился таинственный незнакомец! Что-то не так, котятки? Мы пришли в Веселандию веселиться, а Котя испортил нам праздник! Испортил? А почему все лучшее досталось Кате, а мне ничего? Скажи, тебе когда-нибудь доставалось все лучшее? Да, в день рождения! И было весело всем? Да, ужасно весело! И все веселились вместе с тобой и радовались за тебя! Да, радовались! Я же был именинник! Постойте! Я понял! Если умеет радоваться даже на чужом празднике, то будет очень весело каждому! Спасибо, мам! Эй, как ты догадался! Скорее, Катя, начнем сначала! Но в этот раз я на твоем празднике такой праздник устрою! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в Веселандию! Но на этот раз, когда принесли торт... Загадай желание и задуй свечки! Это твой праздник! Да! И когда пришло время музыки... Давай, Катя, грузи педали! Славный день, громкий смех! Наша Катя лучше всех! Наша Катя лучше всех! И когда Джин зажег звезду... Давай, прикоснись! Эх! Эх! Я не могу достать! Может, ты? Запросто! Стой! Есть идея получше! Я подсажу! Сегодня твой праздник! Ух ты! Здорово! Ура! Спасибо! Котя сделал Катин праздник еще ярче! И этот день стал незабываемым для всех! Водолазы Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Ой, Котя, водолазные шлемы! Станем водолазами! На большом радужном рифе! Да! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и стали погружаться на дно океана. Такого они еще никогда не видели! Ха-ха-ха! Как здорово под водой! Привет, рыбки! Катя, смотри! Русалка! Здравствуй, русалка! Красивое у тебя ожерелье! Спасибо! Одна, две, три, четыре, пять жемчужин! А где такие берут? А вон там, на отмели! Жемчужины растут внутри устриц! Эй, Котя, давай соберем пять жемчужин и сделаем ожерелье! Да, для мамы! А устрицы кусаются? Меня не тронули! Но запомните, они души не чают в своих жемчужинах! Спасибо, русалка! Ух ты! В каждой устрице жемчужину быстро соберем! Котя, они зевают! Давай попросим их, пока они не уснули! Не будем мешать! Пусть уснут, а мы возьмем жемчужины! Но они души не чают в своих жемчужинах! Подумаешь! Зато какое вызе-то ожерелье! Да, точно! Они спят! Одна, две, три, четыре, пять! Пять штук! Ура! Ай-яй-яй-яй-яй! Обокрали! Держи, Фаришек! Плыни! Скорей! А-а-а! Спасибо! Катя, смотри! Мимо проходил таинственный незнакомец. Ой, котятки, что вас так напугало? Что стряслось? Не знаю. Мы только хотели сделать жемчужное ожерелье, как у русалки. Но устрицы погнались за нами. Чуть не сцапали! Вы попросили жемчужины, а устрицы погнались за вами. Мы не просили вообще-то. Почему? Мы не хотели мешать им спать. Вот и взяли жемчужины. Без спроса. Ну, и они сказали вам за это спасибо. Спасибо? Да они взбесились! А русалке они жемчужины отдали. Наверное, она попросила. Она знает, как им дороги их жемчужины. Эй! Я понял! Если тебе не принадлежит вещь, то и брать ее без спроса нельзя. Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались! Котя, начнем сначала. Но в этот раз мы попросим разрешение. И украдкой не возьмем. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя поспешили начать все сначала. Но в этот раз, когда они подплыли к устрицам... Простите, вижу, вы собираетесь вздремнуть. А нам так хочется сделать ожерелье для мамы. Будьте любезны, позвольте нам взять ваши прекрасные жемчужины. Берите! Спасибо! Котя, получилось! Одна, две, три, четыре, Не можешь расстаться со своей жемчужиной, дружок? А-а-а! Ничего, мы понимаем! Все равно, спасибо! Правда так лучше, Котя? Намного лучше! Поплыли! Другую устрицу спросим! Можно мы возьмем вашу жемчужину? Пожалуйста! Котя и Катя сделали из жемчужин красивое ожерелье для мамы. Смотри, мам, пять жемчужин! Да, но для меня, жемчужины, это вы. Устриц не обидели и порадовали меня. Звездопад желаний Во что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку! Котя, это телескоп! Мы станем астрономами! Будем на звезды смотреть! С самой вершины горы Мерцающей! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и, прихватив телескоп, поспешили к горе Мерцающей. Привет! Пришли посмотреть на метеоритный дождь? Метеоритный? О, да! Сегодня в небе будет полно падающих звезд! Кстати, можем вместе пойти? С удовольствием! И на планеты посмотрим в мой телескоп! Ух ты! Но метеоритный дождь начнется лишь ночью! Советую вам пока поспать! Встретимся на вершине после заката! Ладно! До вечера! Котя и Катя вошли в домик и прилегли вздремнуть! Сколько же падающих звезд мы увидим сегодня ночью! А сколько желаний загадаем! Я бы желаю превратиться в воздушный шарик и полететь в облака! А я бы хотел длинную шею, как у жирафа, чтобы яблоки прямо с дерева есть! Ну вот, теперь я не усну! Я так жду заката! Я тоже! Тогда давай поиграем во что-нибудь! Во что бы? В перетягивание каната! Ладно! Готов? Тяни! У меня руки устали! У меня тоже! Я знаю! Давай прыгать на одной ноге! Давай! Все! Моги устали! Я вообще вся устала! Вот только спать нельзя! Пропустим звездопад! Да! Ты будешь следить за мной, а я за тобой! Тогда мы точно не уснем! Отлично! И не вздумай моргать! Эй, где вы там? А? Звездопад был очень красивым! Значит, мы проспали? Да, проспали! Что ж, в другой раз! А когда будет другой? Лет через сто! Пока! Лет через сто? А-а-а-а! И тут появился таинственный незнакомец! Что носы повесили? Мы уснули и пропустили звездный дождь! Как это? Вы не выспались днем? Мы пытались поспать, но нам совсем не спалось! И мы играли до самого вечера! Наигрались так, что устали и уснули! Как раз, когда надо было выходить! А почему вам не спалось, когда вы легли вздремнуть? Да просто мы говорили о желаниях, которые мы хотели загадать и увлеклись! Стоп! Кажется, вы легли поспать, а не болтать друг с другом! Да, поспать! О-о-о! Я все понял! Когда ложишься спать, не болтай, а то не сможешь уснуть! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались? Давай заново, Котя! Но в этот раз, когда ляжем спать, чур, не разговаривать! И тогда мы точно сразу же уснем! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились наблюдать за звездами! Но в этот раз, когда они вошли в домик... Как же мне хочется посмотреть на падающие звезды! Мне тоже! Но сейчас мы должны поспать! Да! Это значит, что у нас тихий час! Сладких снов! Котя и Катя не стали разговаривать и сразу же уснули, чтобы набраться сил! Встали они бодрыми и готовыми наблюдать за падающими звездами с самой вершины горы, мерцающей! Я вижу звезду! Я тоже! Загадай желание! Я хочу, чтобы любое, при любое желание Кати сбилось! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok